Заплати налоги и живи спокойно. В актуальности этой фразы уже давно никто не сомневается. Об этом на торжественной коллегии в честь профессионального праздника отчиталась и руководитель регионального управления ФНС Анна Петропольская. По итогам 9 месяцев этого года в бюджет поступило больше 37 миллиардов рублей налогов. Это больше, чем в прошлом году. Рост поступления отмечается по всем основным видам налогов. По налогу на прибыль 5%, НДС 7%, налог на доходы физлиц 5%, единый налог взимаемый в связи с применением прощенной системы налогоблажения 17%. Наибольшая динамика налоговых поступлений по имущественным налогам достигнута по налогу на имущество 145%, по транспортному 131%. Тем не менее, высокая динамика поступлений обеспечена при снижении административной нагрузки на бизнес. Количество выездных проверок снизилось на 15%, но не в ущерб качеству. Такие налоговые рейды сейчас – это экстренная мера, когда вопрос полюбовно не решить. Работу налоговой облегчает и плотное сотрудничество с коллегами из правоохранительных органов. Так, за 9 месяцев 2019 года в ходе 7 совместных проверок с органами внутренних дел дополнительно поступило в бюджет более 20 миллионов рублей. По материалам налоговых органов, следственными органами возбуждено 3 уголовных дела на сумму 31 миллион рублей. С использованием информации, поступающей из таможни, дополнительно начислено 97 миллионов рублей. Снизился на 1 миллиард рублей и объем совокупной задолженности с учетом страховых взносов. Приглашенный на коллегию губернатор отметил, что результаты хорошие, но стремиться есть к чему. Выход на внешние рынки для многих предприятий – это все вновь. Для вас тоже получается. Когда предприятие первый раз идет на экспорт, у вас, как у нормального налогового инспектора, это вызывает скорее больше вопросов, чем радости. Экспорт – это возмещение НДС, возмещение НДС – это зона риска в любой стране, где вообще есть механизм возмещения НДС. Но я вас прошу к этому относиться очень внимательно, потому что от того, насколько быстро добросовестным налогоплательщикам возмещается НДС, от этого зависит конкурентоспособность продукции. И напоминаем, до истечения срока уплаты налогов на свое имущество остается неделя. В первую очередь речь о налоге на квартиры и прочую недвижимость, также земли. А еще налоги на автомобили и другие транспортные средства. В 2019 году уплачивается налог за 2018. Чтобы не начислили пени, постарайтесь решить вопрос в срок.